13.06 в Кирове, это программа «Особое мнение», у микрофона работает Светлана Занько, и это «Особое мнение» Анатолия Чурина, депутата ОЗС Кировской области, советника губернатора по вопросам образования. Анатолий Михайлович, добрый день. Добрый день. Относительно приезда президента в наш регион, который состоялся в субботу, дней за 10 до приезда СМИ развлекали публику тем, что печатали фото и комментарии к подготовке города к этому важному визиту. Вы, наверное, видели. Да, видел. Новые клумбы, дорожная разметка у Герценки, переложенная плитка, суперполиклиника, которая была продемонстрирована до конца, полностью вся оформлялась. Вот правильно ли то, что мы так все выглаживаем перед приездом президента, это нормальная практика? Ну, прежде всего, то, что приехал президент, это, наверное, хорошо, потому что всегда, когда приезжают первые лица государства, наверное, есть возможность порешать какие-то сложные вопросы, которые волнуют людей регионов. И я думаю, что все приезда Путина ждали, по крайней мере, те, кто понимают, что от этого много зависит. Но надо ли вот так заранее тщательно все готовить, в том смысле, что подчищать какие-то, так сказать, проблемные вопросы? Есть много спорных таких вопросов, возникает много вопросов, на которые нет пока ответа. Во-первых, а что мешает нам все время стремиться планово делать то, что делалось буквально в районе? И за счет чего это делалось? Говорят, что денег у нас ни на что нет. А тут появились деньги, появились какие-то возможности, и начали это быстро-быстро все осуществлять. Поэтому самое-то важное, наверное, не в том, что там занимались, а важно, какие результаты будут всего того, что обсуждалось, или какие-то последствия этого будут. Потому что приезд, ведь Путина не первый раз, он приезжал, когда еще был премьер-министром, был здесь и президент, и медведев, были другие руководители. Ну вот, какие последствия от этого будут, мы посмотрим тогда уже. Будем судить более уже объективно. Я почему задаю этот вопрос? Потому что, конечно, комментариев очень много было в интернете по поводу того, что вот, значит, опять завлекают, развлекают и показывают красивую картинку, а нет, чтобы Путин, значит, зашел в первую попавшуюся поликлинику, а не лучшую, которая по программе там делается, да, федеральной, или свернул на какую-нибудь улицу, где нет этой разметки, еще не сделано покрытие. Ну, тем самым, конечно же, искажается на самом, объективность искажается, потому что на самом деле ведь это отъедет в 100 метров в сторону, и там это уже ничего нет. Поэтому, может быть, так сказать, и стоило, но ведь в русской традиции всегда хозяин принимает гостей, он старается показать все хорошее, все доброе, что есть. Поэтому здесь осуждать, может быть, за это и нет смысла. Вопрос другой, что почему и кто мешает это делать все планово. И вкладывать деньги в то же самое благоустройство и так далее. И не говорить, что у нас денег нет тогда. Вот тогда народу будет понятно. Вы говорите, что очень важно не то, как готовились, и какие средства на это бросили, да, и что показали, а какие результаты этого визита получит население этого региона. А сами вы каких результатов ждете? Ну вот я недавно был, на той неделе мы были в Вятском Полянском районе, и были, встречались с очень большим количеством людей. Ну вот, например, в Красной Поляне поднимает вопрос о газификации. Я слышал в центральной телевидении, передала, когда транслировалась встреча Игоря Владимировича и Владимира Владимировича, как раз обсуждался один из вопросов, вопрос газификации Кировской области. Президент встречался с время губернатора. Да, с время губернатора. И, кажется, обсуждался этот вопрос. Так вот, и в Красной Поляне интересная ситуация. Красная Поляна газифицирована, но 4 улицы в центре остались без газа. И теперь местные здесь, вот наши руководители, которые отвечают за эту отпуск, говорят, мы отчитались за то, что Красная Поляна газифицирована, мы ничего сделать здесь не можем. И народ спрашивает, ну почему нельзя сделать-то? Ну, 4 улицы. Хорошо, отвечают, мы можем, конечно, сделать, но 300 тысяч рублей с каждого домовладения. У людей таких денег нет. Поэтому, вот видите, много таких вот нюансов, которые... С одной стороны, хорошо, что идет газификация, хотя Кировская область одна из самых таких отстающих, я бы так сказал, в этом плане. Но то, что сегодня подписываются соглашения с Газпромом, эти соглашения реализуются постепенно, наверное, это здорово. И если дальше эта политика будет продолжаться, то, что рано или поздно мы сможем, наверное, обеспечить нашу область газа. Было проведено совещание по вопросу местного самоуправления. Что-то по этому поводу вы читали? И для вас что-то важное есть? Меня, знаете, зацепила очень фраза президента о том, что нельзя отфутболивать мнение граждан, что граждане высказывают зачастую очень полезные, правильные осуждения, их надо прислушиваться, а не отфутболивать. А сегодня создается такое впечатление, что власть у нас здесь считает, что она одна права, все остальные, извините, так. Поэтому, к сожалению, мало прислушиваются сегодня, мало, хотя какие-то разные встреч проводятся и так далее, но когда решаются какие-то кардинальные вопросы, делается все так, как надо власть. Однако президент похвалил. Похвалил регион за проект по ПМИ, да, косвенно. Ну, вот с одной стороны, этот ПМИ, проект, ведь он давно осуществляется, еще при Белых началась работа. Восемь лет. Да, и сегодня уже более двух тысяч проектов, якобы, так сказать, осуществлено на местах. Ну, с одной стороны, может быть, на самом деле это интересно, когда у власти не хватает денег, это самое элементарное, даже Одесскую дворовую площадку сделать, ну, тогда граждане, хотя бы в организационном плане, они могут это сделать при поддержке той же администрации города, там, или поселка, или района. Ну, плохого здесь ничего нет. Это желание местных, так сказать, и местной власти, и населения. Поэтому, ну, бывает зачастую обидно, что самые элементарные вопросы, которые должны решаться, они не решаются, и не все ведь население может оплатить. Это опять же за счет тех доходов, которые имеют сегодня, причем небольших доходов населения. А вопросы образования не поднимались на встречах? Вы, советник губернатора по вопросам образования, не совещались перед приездом? Насколько, да, нет, вопросы образования здесь не отрагиваются. У нас сегодня в Фафаре медицина, она сегодня у нас демонстрирует успехи, поэтому образование где-то оказалось, так сказать, сдвинуто в сторону, и поэтому важно показать то, что делается сегодня в медицине. Вот интересный вопрос, который связан и с образованием, и с вложением средств регионами в свои кадры, и с благоустройством городской среды. Он не касается, кажется, Кировской области, но он меня поразил, и я бы хотела, чтобы вы прокомментировали. Но мы знаем, что Владимир Владимирович Путин явился инициатором проекта по благоустройству городской среды и федерального большого, который сейчас проходит, и даже заявил на нынешнем совещании в Кирове, что с 3 до 5 лет должен быть продлен этот проект. Кировская область и Киров участвуют в нем. Реализуем мы его на федеральные средства. И тут я наткнулась на новость о том, буквально недавно, что правительство Татарстана выделило 5 грантов, почти по миллиону рублей, на обучение своих студентов в магистратуре Высшей школы урбанистики Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Они говорят, во время учебы студенты займутся исследованиями и разработкой проектов, которые в дальнейшем лягут в основу практических рекомендаций для решения актуальных городских проблем в республике. Как вам такой подход? Ну, сразу возникает такая мысль. Вот если бы это все шло как-то планово, люди и готовили их, потому что нужно преображать наши города, поселки, так сказать, от того состояния, которое мы сейчас имеем и, соответственно, давать образование определенной части молодежи, которая изъявляет желание, то это было бы, как бы, никаких вопросов не возникает по этому поводу. Но почему-то это вот вкрапление такое идет в каком-то регионе в одном. Татарстан, ну, богатый регион. Это их решение? Это их местное решение? Ну, да, их местное решение. То есть они взяли и решили, что послать таких людей туда учиться, так ли? Поэтому, ну, это их решение сегодня. А у нас, может быть, такие тоже люди нужны. А нужны ли? Я как раз про это вас и спрашивала. Проект есть, большие федеральные деньги выделяются. С трех до пяти лет будет продлен этот, скорее всего, проект. Деньги огромные валятся. Специалисты тоже нужны, которые должны понять, как благоустраивать, с какими, так сказать, эти планами это делать. Поэтому, естественно, нужны специалисты. Но только не поздно ли спохватились. Деньги выделены, а специалистов нет. Если бы это было заранее подготовлено, чтобы планово что-то шло. Сегодня, как только скажешь про план, люди начинают делать большие глаза. А как это план? Ну, ведь надо элементарные вещи-то предусматривать. Поэтому сегодня без плана, ну, к сожалению, много делать не так, как хотелось бы. Так что в данной ситуации, ну, дай бог, пусть татары учатся, извините изображение. Вот. А таких специалистов, наверное, надо побольше иметь и в Кировской области, соответствующего. Мы такую штуку не осилим? Вот так взять же выделить стипендии на обучение? По идее, это бы, это, знаете, вот если эта программа федеральная, то и федерация должна была позаботиться о специалистах, которые будут эту федеральную программу реализовывать. Вот тогда было, все стало на свои места. То есть есть специалисты, есть люди, которые в головах имеют какие-то идеи, и под эти идеи даются федеральные деньги. Ну, они еще, так сказать, поддерживаются на местном уровне. Вот тогда бы все было. А если сегодня деньги бросили, а на местах не знаю, чего делать, ну, не знаю, что получится. Смотрим. Сами-то вы видите, как у нас реализуется программа полустройства? Вот в Кирове, например. Или в Вятских полянах. Говорят, миллиард рублей выделили на дороге. Вот пока, к сожалению, езжу каждый день по нашим дорогам, кусочки есть, но какого-то такого кардинального изменения не происходит. А если посмотреть на наши горы, которые сегодня есть, то вообще трудно сказать, где это. Вот в Вятских полянах были недавно, вы сказали. Вятские поляна – это моногород. Да, это моногород. Он тоже в программе по благоустройству. У них отдельная своя программа. Их в Сколково возят учиться и так далее. Вы видите результаты? Что люди говорят? Вот я был в Полянах два года назад. Приехал вот сейчас. Город выглядел лучше. Да. Город вообще, вот были в свое время, когда был еще Сладянки Павел Николаевич, мэром города. Он очень заботился, кстати, о благоустройстве города. Город. Было много очень святого. Благоустройство было. Асфальтированы тротуары, дорожки. Сегодня, к сожалению, начинается решать. Денег-то нет. И как мы встречались вот с этими предпринимателями, которые ездили учиться в Сколково, они говорят, да, если вот… По программе развития моногорода. Да. То есть, если мы создаем рабочее место, нам федерация выделяет миллион на это рабочее место. Вот если мы создадим 60 рабочих мест, мы получим 60 миллионов. Мы сразу поддержим свой бюджет. Начнется, так сказать, движение преобразования инфраструктуры. Но сегодня их никто не поддерживает. И, к сожалению, плохо поддерживает. Поэтому места рабочие не создаются. А их надо создавать сегодня. Очень много людей, которые остались без работы, в частности, и в Яцко-Полянском районе, и в городе Яцко-Полянском. Что мешает создавать места, я не очень понимаю? А то вкладывать средства. То есть миллион дадут тогда, когда создадут рабочее место. А на создание рабочего места нет денег. Да. А на создание рабочего места нет денег. Нужно поддерживать предпринимателя. Нужно его, так сказать, помогать ему развивать производство. А это должно заниматься этим. А чего они там в Сколково-то учатся? Чему? Ну, я в этом не учился. Они должны были рассказать, как это делать, наверное. Да, я в этом не учился. Но, по крайней мере, они говорят, что рассказывают много чего интересного. Но как это предварить интересно в наших условиях, когда один ответ – денег нет? Очень сложно. Не понимают. Вот. Поэтому сложно. Такие вопросы. Так вот правительство, наверное, поможет в решении. Должно, конечно, наверное. Да, конечно. И не только пониманием. И поддержать должно, и создать условия для развития предпринимательства, для создания рабочих мест. Делает это. Вот сегодня, видите... Вецкополянский промпарк. Да. Стоит сегодня, заброшен, пустой. Ну как, 70% заявляют уже за полном. Ну, не знаю. Население говорит, что ничего от этого не изменилось. Я не был сам там, не могу, так сказать, утверждать. Но когда мы разговаривали с народом, народ говорит, ну что, убили деньги, и все стоит пустой. Поэтому вопрос заключается в том, что если складываются куда деньги, эти деньги должны работать. А, к сожалению, зачастую так не бывает. Почему? Почему? Я бы тоже хотел знать, почему. Основной вопрос. Почему? Я тоже бы хотел знать, почему. Потому что надо все равно сегодня, если уж брать так глобальные вопросы, правительству не надо уходить от развития экономики. Правительство России, которое должно посылать сюда такие соответствующие сигналы, сигналы на места, должны всячески способствовать тому, чтобы экономика страны развивалась, а не топталась на месте. То есть это федеральная задача? Это федеральная задача, она, федеральный центр в одиночку ее не разрешит, потому что это должно действовать вместе, вся критикальная власть должна действовать. Вы не видите, что эффективно производится эта работа? Конечно. Мы прервемся сейчас на полминуты буквально и вернемся снова в студию с Анатолием Чурином. Это его особое мнение сегодня. И это особое мнение Анатолия Чурина, депутата ОЗС Кировской области, советника губернатора по вопросам образования. У микрофона работает Светлана Занько. И, кстати говоря, относительно вашей должности советника по вопросам образования. Я вас цитирую. В начале июня, обращаетесь вы к Игорю Васильеву на последнем заседании ОЗС, мы с вами обсуждали первоочередные шаги в развитии образования в области. На мой взгляд, сегодня упускается очень важное направление. Это управленческая вертикаль в образовании. Та структура, которая ранее существовала, разрушена. Ситуация еще более обострилась. За половину 2017 года из обмен образования уволилось более 30 человек. Что происходит, Анатолий Михайлович? Происходят очень неприятные вещи, потому что мы действительно обсуждали программу. Вот даже у меня с собой захватил я программу первоочередных мероприятий. На 2017-2018 год был образованный. И когда Игорь Владимирович сделал мне предложение стать его советником, я прежде всего показал ему вот те свои предложения, которые я хотел бы реализовать и, так сказать, воплотить в жизнь. И эти предложения вы озвучили в нашей программе «Особое мнение»? Да, и тогда я их озвучивал, да. И, собственно говоря, Игорь Владимирович внимательно прочитал, причем это было не один раз такого суждения. Он согласился с этим, так сказать, вот с этими мерами. И, в принципе, ну как бы, так сказать, даже создали совет консультативный по образованию. Работа началась. Самое первое, за что, так сказать, уплатились в правительстве, это создать, расширить сеть государственных школ. Правда, я не очень понял, когда вот приняли постановление, выявили место о том, чтобы создать еще 25 школ государственных, совершенно умолчали, что государственные школы в Кировской области уже с 10-го года существуют, их 16 школ. А минист, задавая интервью, вообще, как бы, так сказать, подает материал, как будто это впервые все создается. Но ведь это работало и уже, так сказать, двигалось вперед. Почему нужно об этом, так сказать, молчать? Поэтому вот эти 25 школ сейчас будут созданы, государственные школы. И там еще целый ряд мер, в том числе я предлагаю вот эту вертикаль управленческую восстановить. Потому что в свое время, в шестом году, мы создали в Кировской области совершенно новую систему управления, когда департамент образования свои структурные подразделения делегировал как бы на места. То есть были созданы окружные управления, образования, это системы департамента и они работали на территории сравнения в нескольких районах. Это эффект дало очень хороший. И сегодня я считаю, что то, что разрушили эту систему, это совершенно неправильно. А когда ее разрушили? Начал разрушать еще Никита Юрьевич Белых. Он уже под видом оптимизации начал сокращать численность. Если там было 7 человек, специалистов в этих окружных управлениях, оставили по 4. Игорь Владимирович сократил еще по одному человеку, оставилось 3. Функционал оставили прежний, но как можно в 2 раза сократить и требовать то, чего они сделать не могут. Поэтому, естественно, сразу же понизился статус, были управления, стали отделы, люди относиться стали по-другому, а не заметили, что выплеснули самое главное. Поэтому это обидно. Я предложил восстановить. Давайте мы восстановим. Причем при этих управлениях существовали еще общественные советы, которые возглавляли по очереди главы районов, входящих в тот или иной округ. И все это работало очень в такой хорошей завязке. Тем более сейчас. Почему это требуется? Вот недавно Васильева, министр образования Российской Федерации, сказал, что нужно все школы передать из муниципалитетов, передать на уровень региона. Я за это радовал давным-давно. И я очень рад, что, так сказать, кто-то, видимо, там, наконец-то... Не вы один, видимо, за это радовали. Ну, видимо, да, конечно. Донес согласие. Я здесь, так сказать, а там кто-то вышел. Поэтому сейчас бы эту систему надо создавать, воссоздавать заново, потому что она и создавалась для того, чтобы появились государственные школы, чтобы на местах эти государственные школы тоже управлялись. Иначе быть не может. И, к сожалению, все повисло. Я не очень понимаю, когда Вы говорите, появились государственные школы. Они что, частные раньше были? Нет, они все муниципальные. Ну, тоже государственные. Муниципальные. У нас сегодня уровень власти есть региональные, есть муниципальные. То есть региональные школы. Да, есть муниципальные. Муниципальные на уровень региональные школы. Конечно. То есть теперь у всей системы образования должен быть один хозяин, если так просто говорить. Это регион. Это бюджет региона. Который управляет? Который управляет всей системой. Назначает руководителей, проводит единую политику. Сейчас же Васильева признала, что никакой единой политики образовательной в стране нет, потому что каждый муниципалитет может свои, так сказать, носить какие-то нюансы. Насколько хватает сил, умений и денег. Да, наверное. Поэтому вот отсюда, когда же централизуется вся эта вертикаль, она становится мобильной, она ресурсно становится более, так сказать, выигрышной в этом плане. И вот за это, собственно говоря, мы и ратуем, что нужно это возродить. И увеличить, так сказать, количество государственных школ, причем ведь у нас еще очень много небольших школ, малокомплектных, малочисленных, и мы тогда еще предлагали, что вокруг каждой крупной школы должна создаваться сеть небольших школ, ну так сказать, филиалов или спутников, назовем по-разному, которые будут подпитываться ресурсами этой большой школы. Да, ну вы это вот рассказывали, здесь у нас тоже говорили, но я возвращаюсь к вашей реплике в адрес Игоря Васильева на УЗС. Все-таки объясните, пожалуйста, почему уволилось 30 человек из министерств? А вот здесь уже я считаю, что полная вина того, кто руководит сегодня социальной сферой. Господина Курдюмова. Да, господина Курдюмова, который создал невыносимые условия для работы, я не знаю, я про свое министерство говорю, потому что я часто встречаюсь, народ воет. Потому что там, по-моему, делают меньше своей работы, а работают в основном туда. И масса заданий... Ну куда туда, я не понимаю. В основном на... Дмитрия Курдюмова работает в департамент, в министерство сегодня. Масса всяких заданий идет. Зачем? У каждого есть специалиста, свой функционал. Зачем дергать людей? Люди не удерживают. Началось изгнание. Многих специалистов просто от них освободились. Потому что они задачи не понимают, которые сейчас правительство ставит. Старый формат. Не привыкли работать в этом темпе. Посмотрите, Дмитрий Саныч, что сделал с медицинским учреждением. Я слышал. Когда он назначал нового министра, он сказал, мы добьемся того, чтобы образование работало так же, как медицина. А я не согласен с этим, что образование работало так же, как медицина. Медицина всегда была в хвосте, вот Кировской области. Кировская область по образованию всегда была лидером. И сегодня из лидера сделать неизвестно кого, я не согласен с этим. И поэтому началось, что начали изгонять руководителей. Вы знаете, сменили руководство министерства сразу. Потом начали руководители и добрались к техникуму. И так далее, и так далее. И пошло, и пошло. А потом залезли сюда, в аппарат. В аппарате всех, по сути дела, сменили всех начальников управления, всех специалистов, начальников отделов, ведущих специалистов убрали. Ну и от этого кто будет выигрывать? Кто будет управлять своей системой? И вот всем приезжают на места и говорят, а мы сегодня не чувствуем совершенно вообще, нам и управляют кто-то, или не управляют. Поэтому вот это страшно. И я не знаю, почему нужно сегодня так вторгаться в сферу образования, и причем достаточно грубо вторгаться в сферу образования. Я всегда считал, что должна быть такая аура в сфере образования, которая, прежде всего, строится на взаимном уважении, на какие-то, так сказать, обсуждении каких-то проблем и так далее. Потому что просто приказом ничего сделать невозможно. Это другая сфера. И я не думаю, что сегодня в восторге врачи от того, как руководит имя Дмитрий Александрович. Ну, я лично этого не знаю. Сюда врачи не приходили, ничего не говорили. А вот на нашем сайте, хакирова.ру, есть два комментария к вам, да, к вам, которые, видимо, требуют с вашей стороны реакции какой-то. Виктор пишет, кстати, почему вы всегда хвалите только себя лично и не говорите о людях, которые столько лет работали на вас. Складывается впечатление, что кроме вас умных людей нет. Вот я ни разу не помню, что я хвалил у себя лично, потому что я всегда работал с командой. У меня был замечательный коллектив, который... Мы делаем все сообща. Я не говорю, что я что-то... Один в поле не воин, вот самое главное. Поэтому я не говорю и никогда не скажу, что я все это сделал я. Наоборот, это делалось коллективно, и мне очень обидно, что сегодня коллектив оказался в такой ситуации. А вот сейчас ругаете Дмитрия Александровича Курдемова и господина Исупова, который возглавляет минуту. Исупова не ругает еще. Может дать им время еще? Полгода всего, как 30 сотрудников уволились. Давайте подождем еще полгода. Еще 30 наберут, и будет новая история. И будет новая история. Еще целый год будет новая история. Что конкретно вы видите сейчас происходит в связи с тем, что, вероятно... А, кстати, приступили уже к перестройке образовательной системы в Кирилле по типу медицинской, как вы говорите, или нет? Ну, хотели объединять, вот техникум объединять хотели. И? Ну, договорились, пока не трогать техникум. Не сливать эти техникум, потому что ничего хорошего из этого не получится. Вот я не очень понимаю все-таки. С одной стороны, вы советник Игоря Васильева по вопросам образования. Вы программу представили. О чем-то договорились. Игорь Васильев, судя по вашим словам, вас понял и многое принял. С другой стороны, есть министерство и есть зампред, который имеет собственные соображения по этому поводу. Давайте так разберемся. Вот я не специалист в медицине. Я не специалист. Я никогда бы не полез в медицину, потому что я не знаю ее. Но когда так смело и так, извините, безапелляционно, грубо вторгается в сферу, которую не знают, это только вредит всему. Это нарушает, так сказать, ту гармонию, которая была в этой системе. Ничего хорошего. Причем ведь образование это не просто какие-то административные действия. Образование это такая сфера, в которой мы, прежде всего, выходим на ребенка. Если мы что-то нарушаем, страдают от этого дети. А сегодня просто административными, такими волевыми решениями внедрять то-то и то-то, это путь никуда. Поэтому я сегодня не уверен, что то, что делается, это будет во благо. Это наоборот во время. Вот в чем вопрос. Хорошо, последний вопрос здесь тогда. Как Вы думаете, то, что Ваши договоренности... Кстати, Василий сказал, что неправильно говорить о договоренности. Ну, это его... Это что теперь? Это теперь что? Вот Ваша беседа, Ваши предложения. Это что теперь? Это так все останется на столе, на бумаге? Или это пойдет в работу? Понимаете, вот они, предложения есть. Они выстраданы. Они на практике опробованы. Они работают в свое время. От них откажутся? Ну, братья Бога, тогда... Вы-то во что верите, Анатолий Михайлович? Я ни во что не верю. Я хочу, чтобы это было. И поэтому стараюсь донести вот эту боль, тревогу, для того, чтобы иначе просто будут свертываться. Видите, проблем очень много. Проблема с кадрами. Страшная проблема сегодня. И я понимаю, пришли новые руководители. Они этих вещей не знают. Они не знают, чему это приведет. Поэтому зачем наступать на грабли? Те, которые уже, так сказать, на которые наступали. Зачем учиться на своих ошибках? Давайте будем учиться на чужих ошибках. И подсказываться ведь, и говориться о том, что, ребята, не делайте в этих ошибках. Но никто слушать не хочет. Поэтому, ну что, не вожжил бомбить каждый день. Зачем? Вот все высказано. Свою точку я высказал. Я ушел в 2015 году, оставив все в рабочем состоянии. Зачем ломать это? Не знаю. Вот вопрос. Сейчас прийдемся на две минуты. Это особое мнение Анатолия Чурина. Через две минуты снова в студии. Продолжается программа «Особое мнение». Микрофон работает Светлана Занько. Это особое мнение депутата УЗС Кировской области, советника губернатора по вопросам образования Анатолия Чурина. Анатолий Михайлович. В свое время и вы рассказывали об этом, и очень многие наши эксперты здесь, что когда пришел Никита Белых на свой пост, он тоже создал пул советников. Правда, потом их услугами, их достаточно быстро, он пользоваться перестал. И они все время пеняли его на протяжении всех лет этой работы, здесь вот из нашей студии, где-то там на других встречах, потому что вот, а прислушивался бы, лучше бы работа шла. Вы когда рассказывали, почему вы согласились на роль советника при Васильеве, вы говорили, что вот да, вам тоже Белых предлагал, вы тогда не пошли, а сейчас вы видите в этом смысл. Вот после того, как вам Игорь Васильев сказал, что говорить о договоренностях неправильно, и после вашей реплики вы тоже не встречались, и ваши инициативы как лежали на столе, так и лежат. Вы сейчас, вот в данный момент, как относитесь к вот этой своей позиции советника-губернатора по вопросам образования? Ну как, я буду продолжать отстаивать те точки зрения, которые были в свое время озвучены. И если в этом они, так сказать, увидят резон, то тогда готов, как бы, донести все то, что я считаю важным. Поэтому, если я востребован, то буду... То есть пока из советников вы не уходите? Так, советник это такая величина, на работу я не хожу каждый день, поэтому, если востребован, значит, прихожу, нет, нет, вот и все. Просто, а так ходить и говорить, что каждый день скучать, это некрасиво, во-первых, это неправильно. Поэтому я считаю, что все озвучено, все высказано, положено на стол, и теперь только, так сказать, вот за теми, кто это сегодня вершит. Если они признают, то необходимо. Слушательница наша Зоя, которая написала на сайте хакиров.ру, обращается к вашей инициативе по реорганизации методической службы. Она говорит, мы знаем, что вы хотите уничтожить муниципальную методическую службу. Методисты в округах никогда не смогут дойти до каждого учителя в отдаленных населенных пунктах. Почему у вас такое пренебрежительное отношение к людям? Да, мы живем не так богато, как вы, но не надо нас добивать, говорит Зоя. Ну, дело-то, видите, в чем есть методическая служба муниципальная, на самом деле, хотя уже ни положения в муниципальной службе нет, в методической службе. Сегодня там и кадров, по сути дела, не осталось. И если сегодня говорить о эффективности для методической службы, то она близка к нулю, я считаю так. Потому что сегодня вот шесть образовательных областей, которые нужно быть специалистом, помогать учителям. А если сегодня один методист в муниципальном методическом кабинете, то что он может сделать для учителей? Для шести областей. Да, да. То есть, а вот если мы сегодня из этой методической службы создадим мощную региональную службу, и по каждой образовательной области будут специалисты, которые будут работать с учителями, причем из лучших учителей, то тогда на самом деле, ведь сегодня очень важный момент, обновление идет, педагогические кадры, приходят молодые, им нужна помощь, им нужна квалифицированная, так сказать, квалифицированная помощь, поддержка, а сделать не специалисты это просто не могут. Вот поэтому я считаю, такой опыт проводился у нас на Вязко-Полянском районе, когда от Института развития и образования мы создали там филиал, и они работали как с руководителями, так и с учителями, и очень это было эффективно. Поэтому эта система, я убежден, что она сработает, она даст новый толчок, поддержка, и уничтожать никого не собирается, потому что из этих же людей, которые сегодня работают на местах, которые сегодня, если есть там такой уровень, то мы их с удовольствием пригласим туда, потому что это... Центр, но это же переезд. Зачем? А зачем обязательно переезжать? Ведь человек может работать на месте, работать в своем районе, но он будет работать в центре, в едином ключе, под единим руководством. То есть будут какие-то задачи ставиться. А сейчас эти валятся в своем, так сказать, у каждого медицинского кабинета. Ну, я же прошел всю эту систему, я ее знаю, поэтому, уважаемая Зоя, не обижайтесь, никто не собирается унижать, обижать людей. Нужно думать не о себе лично, но нужно думать о тех, кто будет учить сегодня наших детей, чтобы они были более подготовлены. А для этого нужно что делать, а не стоять на месте. Ну, что касается тех, кто будет учить наших детей. Одним из ваших предложений было тоже вернуть губернаторские стипендии, которые были отменены с приходом новой правительственной команды. И не очень давно как раз в Рио губернатор Игорь Васильев сообщил, что студентам будут выплачиваться дополнительные стипендии, если молодой специалист останется трудиться на благообласти в течение трех лет. Вы читали эту историю? Читал, да. Ну вот, сбылось, хорошо это? Нет, не хорошо. Почему? А потому что, на мой взгляд, телега поставлена впереди лошади. Ну, как можно сегодня заключать договор и платить студенту за то, что он будет работать потом в Кировской области? И это заключалось в чем, когда мы стипендии платили студентам, поступившим в наши вузы, имеющим или золотую, или серебряную медаль, да еще имеющие 100 баллов. То есть, мы убивали несколько сразу, так сказать, по нескольким целям стреляли. Во-первых, сразу быстро начала расти та группа ребят, которые были стобальниками, медалистами и так далее. Я помню, мы первый раз, когда собрали этих ребят, окончивших школу, их было совсем немного. Буквально они вместились там в небольшой маленький зал. А когда потом, мы не вмещались, даже вот в театре кукол, не вместились уже тогда. Их было так много. То есть, мы заставили школу и детей работать на себя. То есть, дети старались получить знания, получить, так сказать, соответствующую поддержку. И они оставались в регионе. Да, и они поступали в наш вуз. Они получали специальность в нашем вузе. Но тогда задача ставилась перед... Вот несколько раз с губернатором обсуждали, что давайте мы сейчас будем готовить места рабочие для них. Вот они придут к нам. Мы же их подготовили. То есть, дальше их провели через институт. Мы их выучили теперь, давайте мы и дальше места рабочие им дадим. И тут цепочка оборвалась. А здесь цепочка обрывалась. Теперь взяли и сказали, что, ребята, вы заключите соглашение, будете работать здесь, мы вам будем платить. А кто придет? Я, может быть, на троечки пришел. Неизвестно, что из меня получится. А я уже буду получать стипендию. Это неправильно. Надо тянуться к какому-то такому, ну, знаете, эталону, что ли. А сегодня совершенно это все нивелируется. И поэтому я высказывал свою точку зрения. Ну, совершенно противоположная точка зрения. Поэтому я не знаю, что из этого может быть. А вот эта история о том, что школы имеют некий поощрительный балл в системе, в системе, вот что-то есть в системе образования, когда школа, в рейдинговании школ имеют дополнительный балл, если ее ученики поступают в местные вузы. И они в иногородние вузы. У нас не было такого. Сейчас это есть. Мы не рейдинговали школу никогда. Мы не устраивали для них какую-то там, знаете, иерархию. Школы должны работать на ребенка. Чего ее, так сказать, там заставлять заниматься какими-то пустяками. Поэтому сегодня школа должна учить детей. И вот это ее главная задача. Учить качественно. Сегодня забыли про качество. То есть не думать о рейтинге? Конечно. Какой у тебя рейтинг? А думать о рейтинге? Рейтинг тебе создадут твои выпускники. Вот и все. Вот ведь Сорос в чем был гениально придумал? Он никаких, так сказать, бумаг не собирал с учителей. Он просто опрашивал студентов в вузах, кто тебя учил, кому ты отдашь свой, так сказать, голос. И выходили учителя, которые совершенно, так сказать, вот здесь кировские учителя. Сколько их было соросских учителей. А мы сегодня собираем сотни, так сказать, бумаг для того, чтобы выявить, хороший это учител или нехороший. Да надо смотреть-то на результат работы учителя. А не на его, так сказать, бумажные какие-то записки. Поэтому здесь, на мой взгляд, совершенно не тот подход. Нельзя сегодня платить стипендию студенту, который еще не закончил вуз. И неизвестно, где он будет работать. Гарантии ведь никто не даст, что там произойдет через пять лет. Будет это рабочее место или не будет его рабочее. Правительство должно думать о развитии этих рабочих мест. Вот тогда все остается в своем истатке. Ну и качество, собственно, тех кадров, которые мы оплачиваем, когда они приедут в институт. У нас остается буквально три минуты. И я хочу получить один короткий комментарий, который связан с темой, по которой мы поднимали в дневном развороте в прошедшей четверг. Сюда приходили депутаты городской думы и говорили о том, что замечательную историю придумали для того, чтобы обеспечить всех детей школьными местами в первой смене. Речь идет о пристроях к уже существующим школам. Было названо 15 зданий школьных. Они все не в центре, а на окраинах, а в спальных районах. Меня насторожил один момент. Хочу, чтобы вы прокомментировали его. Естественно, что территория будет использоваться приусадебного школьного участка. Это та территория, которая сейчас находится под стадионами или, если где-то остались, еще под биологическими вот этими грядками. Школьный участок. Вот это хорошо? То, что вдруг озаботились, это хорошо. Но то, что город изгородовали, плохо. Город изгородован. Построить школу уже негде. Построить детский сад в центре негде. Поэтому не знаю, что из этого получится. А то, что при строе, если будут федеральные финансирования, это отдельная тема, не успеем ее обсудить, будут делаться за счет того, что не станет стадион в школах? Во-первых, я не знаю, есть нормы, которые существуют, санитарные нормы, которые не разрешают строить. Вот пример с улицы Ленина 20. Напротив Ленина 20 строится сейчас дом. Рядышком находится 24-я школа, буквально. В свое время мы предлагали, это было в 2015 году, давайте вот к этой маленькой школе мы построим большой пристрой. Нам руководство города сказало, мы не можем пойти на такой шаг, потому что там нет площади. И нас не пропустит соответствующий санитарный надзор. Теперь вдруг, видимо, что-то изменилось, у города теперь с точки зрения другая стала, и теперь они пристрой сделают, и все изменится, и их пропустят, просто, видимо, разрешат им строить пристрой. Поэтому я не знаю тут... Ваше личное мнение. У детей будет место в первой смене, но не будет стадиона. Да. Поэтому это не выход. Я считаю, что это неправильный подход. Надо искать варианты для того, чтобы решить эту проблему односменности, и искать не за счет опять, ущемляя детей, а думать надо было в свое время. И много раз об этом говорили, что нельзя застраивать цены, надо ставить точки. Были определены места для строительства в школе, для строительства детских садов. Все все застроено. Надо с кого-то было в свое время спрашивать. Сейчас бесполезно. А, ну, сейчас застроено. Ну, говорят, можно сносить у нас теперь. То, что застроено. Да, то, что застроено. Ломают же дома сейчас. Поэтому друг-то и у нас придумают. Анатолий Чурин, его особое мнение было сегодня в эфире нашей радиостанции. Я благодарю вас за эфир. У микрофона работала Светлана Занько. До свидания. Спасибо.